МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Женщина, ехавшая из Алматы в Караганду, родила в вагоне поезда. Состояние автобусов города проверили дорожные полицейские. И мамы, и священники будут бороться с алиминщиками. Женщина, ехавшая из Алматы в Караганду, родила в вагоне поезда. Роженицу доставили в районную больницу станции Сары-Шаган. Необычный случай произошел сегодня ночью. Жительница Узбекистана, находясь на последние месяцы беременности, направлялась в шахтерскую столицу к мужу, когда у нее начались роды. Схватки были настолько стремительными, что роженицу не успели доставить в больницу. В 2 часа ночи женщина родила девочку. К счастью, все прошло благополучно. И на перроне на станции Сары-Шаган роженицу встретила карета скорой помощи, доставившая счастливую мать с младенцем в местную больницу. Даурен Сарсикеев помог ребенку появиться на свет. Слегка шокированный проводник рассказывает, что подобный случай – первые в его практике. Ну, фактически она у меня девочку родила в моем вагоне вот здесь, в двухместном купе, который мы сразу приготовили, 5 комплектов туда постели, все. Это, конечно, ничего страшного нет. И также, когда ее забирали, уже ребенок, девочка, в два одеяла, вот которые у меня здесь есть вот для пассажиров, так я отдал эти два синих одеяла, ребенка запеленали туда. И ее тоже аккуратно спустили на носилке, в скорую посадили, я не уехал. Платье на выход. 52-летняя карагандинка была задержана сотрудниками криминальной полиции Октябрьского отдела за то, что украла платье ко Дню Святого Валентина. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД области. Стоит отметить, что женщина не раз попадала в поле зрения полицейских за кражи, грабежи, хранение наркотических веществ и сбыт краденого. Женщина дала признательные показания в краже и пояснила, что хотела нарядиться для своего любимого в честь праздника. Вещественное доказательство – платье изъято. Женщина дала признательные показания в совершении кражи. Вещественное доказательство – платье изъято. Стоит отметить, что женщина не раз попадала в поле зрения полицейских за кражи, грабежи, хранение наркотических веществ и сбыт краденого. К 10 годам лишения свободы приговорил Ошалынский районный суд Окмолинской области водителя грузовика Дмитрия Козлова, по вине которого произошло ДТП, унесшее жизни 16 человек. Среди пострадавших были и наши земляки. 19 августа прошлого года на автотрассе Алматы-Екатеринбург произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Житель Астаны, управляя грузовиком, груженым щебнем, двигаясь в направлении Астаны, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Астана-Караганда. При этом не удалось избежать столкновения и легковой автомашине Ауди 100, в которой находились 4 человека. В результате аварии погибли 16 человек, более 20 травмированы. Водитель оставил место происшествия и с разрывом печени и селезенки обратился в больницу под другим именем. Государство вообще, это где-то дело, не следит. У нее там самолеты падают, они сразу бегают. А авария, автобус, 16 человек погибает. Никто ничего не знает, им все равно. Как так? Напомним, жертвы страшной аварии и родственник пострадавших обращались в редакцию новостей 1-го Карагандинского. Возмущенные считают, что дело не движется с мертвой точки. Однако суд сегодня приговорил водителя автобуса по статье 296, часть 3, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек, и статье 297, оставление места ДТП. В совокупности, Козлов был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Завтра, 15 февраля, в 11 часов утра, в Парке Победы на Юго-Востоке состоится митинг общественности, посвященный 24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Акимат города Караганды приглашает население принять активное участие. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Рейд по общественному транспорту. Дорожные полицейские решили проверить городские автобусы. Как оказалось, хамство и халатность карагандинских водителей не идут ни в какие рамки. Так говорят проверяющие. Журналистское расследование совместно с сотрудниками ГАИ по ошибкам водителей автобусов провели наши корреспонденты. Восток 5, 9 утра, час пик. В будние дни, чтобы добраться до работы, отсюда необходимо как минимум запастись терпением и немалой долей ловкости. В автобусах не протолкнуться. Нередкие случаи, когда водителям приходится буквально насильно закрывать двери, чтобы люди не могли пробраться. Перебор в общественном транспорте – дело нередкое. Однако похоже, что и пассажиры, и водители уже привыкли к такой ситуации. А вы знаете, что у вас перебор? Какой перебор? Перебор пассажиров. Часть пик. Утром постоянно так будет. Автобусы переполнены, маршрутки грязные, водители грубые, разговаривают по соткам. Это бесполезно говорить. Начинаешь говорить, едешь на такси. Весь ответ. Нарушения сплошь и рядом, но нередкий случай, когда поведение водителей совсем выходит за рамки. План и перегруз вот этих, и тем более, как у них называется, конкуренция. Они выходят друг к другу, матерят. Вот здесь был инцидент осенью. Подъезжает 40-й, 43-й, они собрали себя друг друга убивать. Это нормально? Честно? Ты что, едешь? И слова такие красивые. Безусловно, водители общественного транспорта в первую очередь ответственны за жизнь людей. Однако, по их словам, все проблемы они решить не могут. Если все будет закрыто, все графики 100%. Это как понять? Графики закрыты? 26 положено, 26 на линии. Ум, мы ничего не знаем. Но люди-то стоят, это же тоже нарушение. Потому что не все графики закрыты. Это невозможно по концу. Люди мне объяснить, что нельзя заходить, потому что здесь много людей. Люди заходят и все. О халатности водителей автобусов караганинцы упоминали не раз. Множество жалоб от граждан можно найти в любой местной газете и на сайтах. Но, похоже, водителя этой маршрутки замечания не коснулись. У вас санитарные нормы здесь есть какие-нибудь? Соблюдайте. Трехло, грязные, окна, то же самое, перила. Как тут люди вообще едут? В салоне, наверное, холодно, да? И что, не жалуются люди? А есть ли авария какая-нибудь? Если халат, то халат, то там людей возите. С утра выезжаете на ливу. Веками проверяете? Проверяю. Что было? Ну, как вы выехали? Таким образом, все предупреждения и штрафы, возлагаемые на нарушителей, для водителя общественного транспорта не преграда. Меры, принимаемые властями города, для них тоже не имеют особого значения. Создана горячая линия на базе ГУЖКХ, куда могут все пассажиры, люди города могут обращаться со своими жалобами. Телефон 425979, все жалобы рассматриваются совместно с перевозчиками и по всем жалобам принимаются меры. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый, Караганинский. В борьбу с алименщиками подключились представители духовенства. Теперь за воспитание злостных неплательщиков взялись имам города и священники. Уклоняющихся от выплаты алиментов мам и пап теперь будут привлекать к уголовной ответственности. Главной темой совещания была недопустимость безучастного отношения к воспитанию и содержанию собственных детей. На сегодняшний день в стране насчитывается более 4000 детей, оставшихся без попечения родителей. Такую статистику привел начальник департамента по защите прав детей. Несмотря на то, что многие из наших детей говорят, что они взрослые, но пока им не исполнилось 18 лет, все-таки они по законодательству являются детьми. Так вот, в нашей Караганинской области более 4000 сегодня детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, 82% из этих детей – это дети при живых родителях, причем у многих живых оба родителях. Достучаться до сердец алиментщиков при помощи морально-нравственных убеждений постарались и представители духовенства. С мамами и папами, уклоняющихся от выплаты денежных средств на содержание детей, священники и мам города провели беседы о родительском и духовном долге, а также ответственности за свои деяния. Для этого в исламе определены четкие обязательства, обязательства жены по отношению к мужу или отношения мужа по отношению к жене. То есть обязательства перед друг другом и перед детьми, обязательства детей перед родителями, все четко списано. О том, сколько детей остаются без родителей, сколько детей при живых родителях ущемляется, потому что неполная семья – это та семья, где уже человек не может получить полную, как бы, нужна семья поврежденная. По словам главного специалиста департамента по исполнению судебных актов, по региону от уплаты алиментов уклоняются более тысячи человек. Тут есть не только мужчины, среди злостных неплательщиков есть и представительницы слабого пола. К слову, о необходимости своевременно выплачивать алименты нерадивым родителям будут доноситься ежемесячно. Мирамгуль Салкинбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Карагандинскую область посетил вице-премьер-министр, министр индустрии новых технологий Осет Исикешев. В первой половине дня глава Мининдустрии ознакомился с работой ТЭЦ-3. Напомним, 12 февраля текущего года на несколько часов произошла остановка турбин. На сегодняшний день обстановка на станции стабилизировалась, электрический тепловой режим работает в норме, рассказывает генеральный директор ТО «Карагандаэнергоцентр» Наби Айджанов. На сегодняшний день обстановка стабильная, электрический тепловой режим в норме, обстановка стабильная, все в работе. Сейчас и по сетевой, температура сетевой воды подается полностью соответственно графику. И по электрической нагрузке тоже мы уйдем в соответствии графика и скилоком. По этому году, по 2013 году я хотел акцентировать на том, что у нас вложения инвестиционных средств составляют 18,5 миллиардов. Из 18,5 миллиардов у нас 7 миллиардов идет за счет предельных тарифов. По словам Наби Айджанова, на данный момент ведутся дополнительные работы по ведению шестого блока. Они завершатся в 2015 году. Фундаментальные работы уже закончены. После визита на Карагандинскую ТЭЦ, министр индустрии новых технологий встретился с молодежью. Осет Исикешев провел разъяснительную работу для карагандинских студентов и преподавателей. Вице-премьер поднял опросы социально-экономического развития страны, в том числе проводимую государством индустриально-инновационную политику, программу развития сферы образования, здравоохранения и занятости. Глава Мининдустрии сделал особый акцент на освоению молодежью новых технологий. Он отметил, что в Карагандинской области реализуются 66 инвестиционных проектов, которые принесут дополнительно более 10 тысяч новых рабочих мест. Это отличная возможность молодым специалистам получить постоянную работу. А чтобы не привлекать иностранные кадры, нашим студентам уже сейчас нужно осваивать востребованные специальности. В рамках встречи студенты и преподаватели смогли задать интересующие вопросы лично Осету Исикешеву. Они касались предстоящей выставки Экспо-2017, вливания инвестиций в промышленность региона, интересовались и судьбой отечественного автопрома. Нам нужны специалисты, они нужны сейчас, нужны будь завтра, через год, через два. Мы нужны действительно качественные специалисты. И рабочих, и инженеров, и менеджеров нового поколения, они главные задачи для создания новой экономики. Безусловно, очень много направлений в послании отражено. Главная задача, что Казахстан должен в 50-м году, в эти число 30-ти, в самых разных стран мира. Это реальная задача, которую можно осилить, если всем, в общем, удовлетворно и напряженно работают. 20 карагандинских пар официально зарегистрировали свои отношения в День влюбленных. Молодожены верят, что узаконенный брак в День Святого Валентина примнесет в их супружескую жизнь больше счастья и любви. Подробности репортажа Нурилы Туржан. Многие влюбленные стараются незабываемо провести этот День Святого Валентина со своей второй половинкой. Дарят друг другу дорогие подарки и даже идут на безумные поступки. А некоторые верят в особую магию этого дня и идут под венец. 14 февраля – это День Святого Валентина. Это День всех влюбленных, так как между нами большая любовь. И решили в этот день зарегистрировать свои отношения. Несмотря на то, что на календаре четверг, в ЗАГСе как никогда людно. В будни, как отмечают сотрудники ЗАГСа, не более трех пар узаконивают свои отношения. А сегодня их 20. По сравнению с зимним периодом, это считается много. Для именно, что День сегодня четверг, не пятница, не суббота. Поэтому 20 на зимний сезон получается много. Никита и Марина несколько минут назад стали семьей. Молодая чета рассказывает, что Святой Валентин был покровителем всех влюбленных. И они, в свою очередь, рассчитывают на его покровительство в дальнейшей супружеской жизни. Нурила Туржан, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Между тем, сегодня в цветочных магазинах ажиотаж. В этот день мужчины готовы порадовать своих возлюбленных, не считая деньги. О том, во сколько обойдется улыбка любимой для карагандинцев, расскажет Аида Ибраева. 14 февраля – День всех влюбленных уже давно стал одним из самых любимых праздников для карагандинцев. В этот день бутики цветочного рынка буквально разрываются от посетителей. Ведь День святого Валентина – это хороший повод обрадовать любимую своим вниманием. Ну, либо в ресторане, либо дома, вдвоем с женой, в приятной атмосфере. Обязательно, конечно, хороший ужин, хорошее вино, либо шампанское. Но сейчас у меня жена находится в положении, поэтому… Двойной праздник. Да, двойной праздник, поэтому только так. А для кого-то День влюбленных успел стать семейным праздником. С работы, сразу за цветами, жене, друзьям. В основном всем покупаем цветы. Больше жене любимой. И все. И сейчас мы собираемся все дома. Нас человек 12-13 собирается, все дома собираемся. И отмечаем все вместе в семейный праздник. Вдохновленный предстоящим счастливым моментом в обществе любимых, карагандинцы совершенно не задумываются о разнице в ценах, например, на цветы. Если в обычные дни голландские розы стоят 600 тенге за штуку, то сегодня один стебелек обойдется 800 тенге. А обрадовать любимую красивым букетом из лилии и хризантем сегодня можно, потратив 5000 тенге вместо 3500. Конечно, дорого, но что делать? Это праздник же, надо же. Без цветов же мы девушек своих не оставим. Поэтому подарить по-любому будем. Это нас не останавливает. Хоть в три раза. А вот Федор Константинизи не пожалеет денег, чтобы купить цветы девушке, с которой даже недавно расстался. Чтобы у него все было хорошо. И на следующий год у меня тоже все будет хорошо. Я приду сюда за цветами своей любимой девушки. А? На садик уже? Нет? Почему? Просто поздравить девушку. Сегодня, в День Святого Валентина, цены на цветы подорожали почти вдвое. Однако это не останавливает карагандинцев, а счастливить своих любимых дам. Айда Ибраева, Сергей Високосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Городской отдел ЖКХ, департамент по чрезвычайным ситуациям, обращается к жителям некоторых улиц Караганды, которые наиболее подтверждены паводкам в весенний период. Во избежание затоплений домов, жителям данных улиц следует убирать снег к дороге, который потом уберут коммунальные службы. Список улиц вы видите у себя на экране. С новостями спорта вас познакомит наш спортивный обозреватель Берий Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Астанинский Борис обыграл обладателя Кубка Гагарина Московская Динамо. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф и особого турнирного значения встречи не имела. Но просто отбывать номер никто не собирался. Статус команд не позволял. Начало матча было очень резвым. И на шестой минуте Вадим Краснослободцев с передачи Литвиненко и Жайлаова реализовал большинство. 1-0. Так и закончился первый период. Во втором периоде лучший забивала Бориса Брэндон Баченский. На 33-й минуте поразил воротов падений после силового приема защитника москвичей. Последующие голы были только в третьем периоде. На Кураже заключительную 20-минутку начали Астанчане. Сначала Константин Руденко на 44-й минуте сделал счет 3-0, попутно обыграв несколько игроков Динамо. А Талхаджалаов забросил четвертую шайбу. Видимо, раньше времени начали праздновать победу хоккеисты Бориса. И за последние две минуты матча умудрились подпортить себе результат, пропустив еще две шайбы. Причем вторая залетела на последней секунде матча. 4-2. Уверенная победа Бориса. В рамках учебно-тренировочных сборов в Турции дублирующий состав «Шахтера» провел товарищеский матч с молодежкой украинского Ильичевца и сыграл результативную ничью 2-2. После первого тайма украинцы ввели в счете 2-0, но во второй половине «Шахтер» сумел сравнять счет. Отличились центральные защитники Владимир Сидельников и находящийся на просмотре защитник сборной Латвии Науриз Булевитис. Оба мяча были забиты после угловых ударов. Также в игре принимали участие несколько игроков основного состава Гидимина Свичус, Сергей Хижниченко и Асхат Борантаев. Следующий матч «Шахтер» проведет против польского «Руха». Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон и новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!